Дорогие братья и сестры Но здесь кафедра прозрачная, поэтому может быть заметна Давайте мы еще склоним головы и помолимся Отец Небесный, я благодарю Тебя за это время, Господь Когда мы можем быть в Доме Твоем, размышлять над Словом, Господь И это Слово, то, что изменяет наши жизни, то, что преобразовывает нас, Господь Я молюсь, пусть это будет Твое Слово, Господь, от Духа Святого Господи, чтобы в каждое сердце пришло плод, Господь, во имя Иисуса Христа Господь, Ты используй меня для Своей славы И пусть оно будет простым и понятным для каждого Во имя Иисуса Христа, Аминь Дорогие, вы знаете, однажды я услышал такое выражение от одного проповедника И он говорил такую фразу Вот кто-то из нас 5 лет в церкви, кто-то 10, кто-то может быть больше И мы не можем запомнить какие-то все проповеди, которые здесь звучали Может быть какие-то особенно могут нам так вот как-то запомниться, лечь на наше сердце Но в принципе то, что проповедуется, мы можем это принимать И это изменяет наши жизни И так же и в семье Вот моя жена меня 15 лет кормит, готовит завтраки, ужины Но я и не помню каждое блюдо, которое она готовила Но сегодня я жив, я полон физических сил, потому что я питался Так же, знаете, и в церкви мы приходим и мы наполняемся Божьим Словом Мы, может быть, не помним все, что здесь как бы проповедники приготовляют для нас Вот эту духовную пищу, но самое важное, что мы живы, мы с Господом И наш духовный человек, он питается и назидается Поэтому я еще раз вас всех приветствую, всех, кто здесь на служении И так же всех, кто подключается к нам через онлайн и сегодня к этому служению И сегодняшнее слово, к которому бы я хотел, чтобы мы все вместе поразмышляли Я его назвал День Испытания Твоего и Моего Давайте мы откроем Библию, обратимся к 1 Коринфянам 3 глава Из 13 стиха будем читать «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду А у кого дело сгорит, тот потерпит урон Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня Вы знаете, день испытания твоего И Писание здесь говорит, что дело каждого Вот нету каких-то, знаете, исключений в церкви, что вот этот день, он пройдет мимо кого-то Библия нам четко говорит, что дело каждого будет испытано Ибо день покажет И когда вот это испытание, оно придет в твою и в мою жизнь Этот день он покажет, насколько мы были готовы И так же еще есть местописание, давайте откроем, Ефесянам Здесь тоже об этом дне говорится, 6 глава, 13 стих Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой И все преодолев устоять Писание говорит, что день испытания, день злой Это то время, когда дело каждого будет испытано Вы знаете, мы, как в Коринфянам написано, что две категории людей То есть те, которые строили, и их строительство, оно устоит И есть те, кто строили, но строили так себе И их жизнь, их строительство вот этого духовного, она тоже будет испытана И вы знаете, Писание говорит, что этот день он покажет, насколько мы были готовы Вы знаете, хотелось бы нам, конечно, может быть, чтобы мы вот так Как-то вот миновала нас сия чаша, вот эти испытания, какие-то трудности, экзамены, проверки Для чего нам это все нужно? Мы вроде ходим в церковь, у нас все хорошо Но Писание говорит, что дело каждого будет испытано Твоя и моя жизнь будет испытано в христианстве Для чего нам это нужно? Вы знаете, принцип Божий Мы не можем пойти дальше, если в нашей жизни не будет проверено Твое и мое христианство Если не будут какие-то экзамены сданы Мы не сможем пойти дальше Вы знаете, как в школе есть свой экзамен В начальных классах, в старших классах Потом есть университет И нагрузка все время возрастает Но чтобы нам закончить школу, нам нужно сдать экзамен и перейти в университет Так же и в нашей христианской жизни Для того, чтобы нам пойти дальше Как Писание говорит Из славы в славу, из веры в веру Нам нужно будет сдавать эти экзамены И этот экзамен приходит в жизнь каждого И у нас есть два таких примера в Писании Когда мы читаем о двух мужах Божьих Это был Давид И Иосиф Давайте мы откроем вторую книгу царств Одиннадцатую главу Вторая книга царств Одиннадцатая глава Из первого стиха Через год в то время, когда выходят цари в походы Давид послал Иава И слуг своих С ним и всех израилетян И они поразили аммонитян И осадили Раву Давид же оставался в Иерусалиме Однажды под вечер Давид встав с постели Прогуливался на кровле царского дома И увидел с кровли купающую женщину А та женщина была очень красива И послал Давид разведать Кто эта женщина И сказали ему Это Версавия, дочь Елеима Жена Урии Хитиянина Давид послал слуг взять ее И она пришла к нему И он спал с нею И когда же она очистилась от нечистоты своей Возвратилась в дом свой Смотрите, Писание говорит, что Все цари Они были на войне Но Давид взял своих помощников Ребят, давайте В этот раз я отдохну Вы пойдите, повоюйте Израиль, все И написано, что в это время Давид прогуливался по кровле И он увидел Версавию И грех пришел в его сердце И пришел вот этот день испытания День злой Когда он не справился И он не прошел этот экзамен И знаете И мы читаем дальше И мы видим Что этот клубок греха Он просто закрутился в его жизни Мы знаем, что дальше он согрешил И дальше пришлось еще с мужем разбираться И дальше, и больше Так же и в нашей жизни, знаете Так часто бывает Когда мы где-то в чем-то не проходим экзамен Каждый из нас будет испытан в своем В том, в чем вот есть в нашей жизни Если мы сегодня посмотрим Каждый из нас знает В чем нам нужно более усилить В чем нам нужно добавить В чем нам нужно обратить внимание на что-то И Давид, написано, что он прогуливался В тот момент его вера была слабой Писание говорит, что муж по сердцу Давид благословенный Божий человек Но в какой-то момент он просто ослабел Как часто в нашей жизни мы начинаем Пренебрегать какими-то принципами Когда мы просто думаем, что Ну, это, наверное, не настолько серьезно Мы начинаем заигрывать, может, даже где-то с грехом И приходит испытание в нашу жизнь И мы можем читать также в Бытие 39 главе Про Иосифа Когда его жизнь также Пришел этот экзамен Когда он служил в доме Патифара Когда он был большим начальником В его управлении было много предано Библия говорит, что он управлял домом И жена также начала искушать его Но он сказал, могу ли я согрешить пред Господом? Могу ли я, зная моего Господина, так предать его? И он отказался И мы знаем, что впоследствии Он был лжесвидетельствованным против него И он много пострадал Но знаете, он прошел этот экзамен Он пошел дальше Из славы в славу Из веры в веру Дорогие, вы знаете, часто в наших жизнях Мы проходим какие-то экзамены Каждый из нас знает Где и на чем мы можем спотыкаться И знаете, однажды В моей жизни был такой случай Мы приехали в одно место И у нас там было общение И когда мы уже собирались уезжать Я садился уже в машину И мне нужно еще было вернуться в то помещение И знаете, когда я проходил мимо Меня просто, я увидел пакет Просто лежащий пакет на земле И у меня такая мысль Пни этот пакет Я не знаю, у вас, наверное, таких не бывает мыслей Вы идете, кульки лежат, вы их не пинаете Но у меня тогда пришла вот такая четкая мысль Пни пакет Ну, я как бы Ну, пну, пну Взял, я пнул этот пакет И из этого пакета Вывалились пачки с деньгами Представляете Вот эту реакцию Я вот так вот сделал Никого нет Я присел Никого Ну, думаю, может, мало ли Знаете, там, как раньше в фильмах Кто-нибудь за веревочку что-нибудь потянет То есть миллион мыслей в моей голове Я поднимаю этот пакет Открываю И он полный денег И я понимаю Когда моя первая реакция То есть я начинаю Ну, там, там, миллион мыслей в моей голове Это был целый пакет с деньгами Но Когда я Углубился туда Я достал оттуда бумаги И я понимал Чей это пакет Я даже знал Чей это пакет И вы знаете И в тот момент Пришло Вот это искушение в мою жизнь Я понимал, как я мог Я четко понимал Как я могу Истратить эти деньги Я помню, как выглядел этот пакет Я помню даже, как он шуршал Этот пакет Я помню пачки Я все помню Но я достал эту бумагу И я знал, чей этот пакет И я Набрал этому человеку И произошла очень нелепая ситуация Эти люди, они потеряли этот пакет Но я знал, чей И я его вернул И знаете Сегодня я верю Что пройдя какие-то испытания В твоей жизни Бог допускает эти экзамены Сегодня Господь благословляет меня Дела рук моих Я сегодня могу Заниматься финансами И я верю, как Божье благословение Пришло в мою жизнь Я не знаю, как бы могло это поступить Знаете, если бы не было этих бумаг Господи, благослови Кто потерял, воздай, не знаю Но вот это был такой случай В моей жизни И я верю, что каждый раз Когда мы проходя эти экзамены Бог выводит нас на новый уровень Знаете, только испытанная вера Может пойти дальше Только однажды, быв испытан Бог поведет тебя Свои глубины На свои высоты Но как часто мы Можем не пройти эти экзамены Как часто мы можем споткнуться Соблазниться Но мы же верим в Божью благодать Мы верим и мы ожидаем того Что Бог поведет нас дальше И знаете В этом и есть Божий принцип Как вот я уже говорил Что из веры в веру Из славы в славу Есть закон Божий Его нельзя Как бы по-другому Нельзя по-другому подняться Нельзя по-другому Как-то прорваться Мы все ожидаем Знаете, вот этого роста духовного Мы молимся Но знаете, как говорит Писание Что день каждого испытает День испытания твоего и моего Придет в нашей жизни И наша вера, она будет испытана Наша вера, она будет взвешена Как Библия говорит Ты взвешен и найден легким Как бы мне не хотелось вот это услышать Знаете, что ты взвешен и найден легким И знаете, вот христианство Оно из этого и складывается Маленькие ситуации жизни Поступки Как ты ведешь себя на работе Как ты ведешь себя в семье Как ты ведешь себя со своими близкими Каждый раз мы проходим эти экзамены Каждый раз мы просто ожидаем Вот этой Божьей славы И каждый из нас может задать себе вопрос Чего мы хотим? Мы хотим возрастать? Мы хотим двигаться дальше? Или нас просто вот устраивает? Мы хотим взять как брат, который продал свое первородство Будь что будет, мне нужно сейчас поесть Вот только сейчас Похлебка, вот чечевица Все, мне неинтересно Продал первородство Он не прошел свой экзамен А Бог готовит для тебя что-то самое лучшее Может быть то, что сегодня, ты знаете Как вот лучше синица в руках, чем журавль в небе Мы думаем, вот оно вроде вот сейчас Я не знаю, как бы было, если бы я взял эти деньги Я не знаю, как оно было Но в тот момент я четко понимал Я знал, чьи это деньги Я знал, откуда они И я принял это решение Вы знаете Наблюдая в церкви и видя Может быть даже каких-то моих знакомых, друзей С кем мы вместе были Мы все равны в церкви У нас у всех одинаковые шансы У нас у всех одна Библия Мы все приходим на молитву Мы все приходим в поклонение и Божие присутствие Но почему-то чьи-то жизни Они более благословенные Они более успешные И знаете, вот как в биатлоне есть такое понимание Когда лыжники бегут И потом у них есть часть, когда им нужно стрелять в мишень И когда ты промахиваешься Тебе нужно бежать в штрафной круг И вот наблюдая за некоторыми христианами Я вижу, как эти люди Они годами бегают по этим кругам Они не могут просто справиться Они не могут пройти этот экзамен Они не могут просто попасть в цель Но они ожидают И они мучаются в своей душе Знаете, праведно, они не могут просто как бы прорваться дальше Но И они не готовы платить цену Они не готовы платить цену за помазание За святость Просто Платить цену за свою победу Они не готовы бодрствовать Хранить себя Быть верными Молиться Чего-то ожидать Работать над своим характером Пусть будет так, как будет Я хожу в церковь И эти люди, они годами ходят И В их жизни Нет каких-то таких, знаете, перемен Они на одном уровне Но Бог приготовил для нас самое лучшее Для каждого, кто сегодня здесь есть Кто нас слушает Бог хочет поднять на свои высоты Но Он не может просто тебя взять Вот ты такой красавчик И ты вот так красиво выглядишь У тебя такая укладочка и причесочка Ну хорошо, давай мы тебя возьмем И поведем дальше в Божьи глубины У Бога есть свой принцип Из веры в веру Из славы в славу Только так Господь будет действовать Каждый раз мы, проходя эти экзамены Мы понимаем Либо мы остаемся на прежнем месте Либо мы двигаемся дальше с Господом вперед Это твоя и моя ответственность сегодня Приготовлять себя к тому дню Как Писание говорит, что дело каждого Испытается И мы здесь для того, чтобы освящаться Мы здесь в Доме Божьем для того, чтобы укрепляться И ожидать от Господа Вы знаете 3 февраля 2003 года Господь дал мне такую возможность Приехать в реабилитационный центр Моя жизнь, она уже шла Можно сказать К закату И я был в проблемах от наркотиков И моя жизнь уже была полностью разрушена Опустошена И Знаете Господь начал стучаться в мое сердце Начал посылать верующих людей Которые просто начали говорить мне о любви Божьей О том, что Бог может изменить твою жизнь На тот момент я уже потерял все, что было в моей жизни И я жил на улице У меня не было ни своего жилья Я жил в подъезде на Крохолевке И каждый вечер я, приходя туда Я брал вот эти коврики Об которые люди вытирают ноги Когда заходят в свои квартиры Я приходил поздно Брал Стелил их такую небольшую Как бы топчанчик себе Потому что на бетоне было холодно очень спать Я лежал, я плакал Я думал, что Неужели моя жизнь, она вот так и закончится Вот как собака Просто вот где-то в подъезде Но Знаете Господь дал мне эту возможность Я приехал в центр И Господь очень сильно сразу прикоснулся к моему сердцу Я так, знаете, уцепился просто за слово, за Господа Вот все, что происходило в центре Я всегда во все вникал Мне очень было это интересно И я увидел перемены сам в своей жизни Спустя прям короткое время Через месяц я понял, что вот это все, что здесь происходит Оно работает Знаете, я всегда сомневался, присматривался Вот, а как моя жизнь, она изменится Я до этого 15 раз пытался лечиться в различных клиниках В различными методами, знаете Мои родители платили там миллионы рублей за все Но ничего не менялось И я, знаете, я уже как бы начал даже с этой мыслью Как бы уже уживаться Что ну вроде бы, наверное, вот так вот Как-то она моя жизнь закончится Просто вот я умру в грехах, в наркотиках Но тут Господь начал сильно ко мне прикасаться И знаете, Божья благодать, она так сильно начала наполнять И вот эти маленькие экзамены Каждый раз, когда там в центре, в реабилитации Десять месяцев курс был И я все время наполнялся Богом И какие-то экзамены там в отношениях Каких-то вот в притирках Мы там жили, там 30 человек в одном центре И мы всегда рядом Это, знаете, здесь мы вот Помолились, пообщались и разошлись А там мы никуда не расходились Мы все жили в одном доме И каждый день это, знаете, вот Притирки, обстоятельства И я понимал, что ты никуда не денешься И поэтому там Господь так быстро, четко работал То есть, если ты экзамены не сдавал То это очень было тяжело И я закончил реабилитацию Приехал в город Мои глаза открылись Я расцвел все Радость, мир, я в Господе И, знаете, понимаю, что вот Нужно как-то дальше свою жизнь налаживать То есть, нужно семью создавать Двигаться дальше Все, Господь Иисус И была проблема То есть, в те моменты, когда Я был во грехе, в наркотиках То есть, мое здоровье было сильно Очень подорвано И получилось так, что у меня Практически зубов не осталось Вот, ну, в принципе, молодой парень Без зубов я так прикинул, что Как бы шансов жениться-то не так много у меня Вот, и я начал молиться То есть, вариантов у меня никаких не было Ну, и тут я еще влюбляюсь В свою будущую жену Сильно влюбляюсь Понимаю, что все И как бы пытаюсь спроецировать себя Рядом с ней И понимаю, что как бы шансов у меня Вот быть рядом с ней Не так-то много Вот Судя в моем положении И вы знаете, я начал молиться Я понял, что сел, посмотрел Вообще, что у меня есть На тот момент я учился в библейской школе Жил у моей бабушки И понимал, что как бы Вот сейчас пойти работать, устроиться Ну, лет 20 буду работать Откладывать там на хлеб, на молоко И остальное на зубы Ну, думаю, лет 20 буду работать Потом, в принципе, они как бы Уже и не нужны будут, эти зубы Как бы, ну, уже время ушло Я уже не сильно молод Как бы, и поэтому я понимал Ага, так Пойти работать, как бы, это долго Не мой вариант Так, кредит взять Ну, думаю, мне с моей Историей с прошлым Думаю, вообще ничего Мне даже, знаете Тетрадку в кредит В никаком магазине Ничего не дадут Так, тоже не вариант Пойти просить Ну, нигде никто ничего не даст И знаете, я выбираю просто Молиться Господу Ожидать от Господа И Господь дает мне слово, что Я восполню всякую твою нужду По богатстве и славе своей Христом и Иисусом И вот это слово, оно так сильно ожило В моем сердце И я начал просто жить этим Ожидать, молиться И прошло где-то около полтора года Я ожидал Я верил, знаете Учился Проходил мимо этой сестры Слюни были до пола, знаете Никаких реакций Ничего Там все это было очень так Знаете Я приходил домой Я плакал Господи, думаю Ну, как же так? Ну, где же мои зубы? Где же моя свадьба? Я же в Господе Господь мне все обещал И Ну, это было тяжелое время Это было время моего сражения Это было время Когда я приготовлял себя К своему экзамену К основному экзамену Может быть на тот период И однажды мой отчим Позвонил мне И говорит Сергей, я хочу, говорит Подарить тебе автобус Я говорю Это прекрасная новость Я приехал Посмотрел на этот автобус И я понял Что его Жеглов с Шараповым Еще припарковали Вот из того кинофильма Этот автобус Я понимал Что вот этот автобус Ну, я так подошел Понимал Что здесь вот Подкрасим Тут мы его чуть-чуть Подлатаем Подстучим И я его на авторынок Как бы вот Так хорошо выкачу И это как раз Мои зубы Вы знаете Я пришел домой Он говорит Вот тебе документы Вот тебе ключи Все Я пришел Радуюсь Пою Понимаю Что Господь В моем сердце Благодарю Все Прям вот знаете Песня льется Молитва льется Глаза закрываю Я вот здесь Прям вот на этой сцене Я в черном Она в белом Я с зубами Все Счастье и радость И вы знаете Я все лег Это была ночь Глубокая Где-то часа три Сердце так сильно колотится Вот от радости Полтора года ты ожидал Ты шел к этому И вот оно У тебя уже Практически уже В руках И тихий голос Обратился к моему сердцу Отдай Что кому отдать Ничего у меня нет Никому ничего не отдам Встал Связал дьявола Перевязал его Увязал его Тоже спать дьявола Положил И сам лег Знаете Ввязал его еще до утра Утром в библейскую школу идти Там еще пришли С братьями и сестрами Тоже его перевязали Основательно Все И вот это знаете Вот эта радость Она куда-то исчезла Ну вроде ты ожидал Получил И знаете И вот это продолжалось Где-то три дня И потом была конференция И мой брат Товарищ Говорит Брат Булат Говорит Слушай Сергей Я слышал Тебе автобус подарили Я говорю Ну да Подарили И он говорит Так ты отдай его В репцентр И вот здесь Знаете Как ведро холодной воды На меня вылили А я ведь не знал Что они там Вот родненькие В репцентре Ведь с утра до вечера Молятся Господи Благослови нас автобусом Мы так хотим Ездить в церковь Мы так хотим Быть с братьями и сестрами Мы хотим молиться вместе И знаете Я пришел домой И я был перед этим Выбором Пришел вот этот день В мою жизнь Когда я Ощущаю Вот он автобус Я его вижу Вот он Я понимаю Что через это Придет решение Моих нужд Моих проблем Но Это был выбор Моей жизни Это был экзамен Моей жизни Кому поверишь ты Знаете Как в песне мы поем Чьим словам Поверишь ты Я буду верить Слову Господа Я не думаю Что Господь Может быть Как-то бы осудил Меня в моем выборе Я получил это Я молился Но я принимаю решение Отдать этот автобус Приехали братья и сестры Они такие шустрые Быстрые Погрузились в него Я так смотрю Они так Я так только И все Понимаю Что там И зубы уехали И свадьба уехала И жена уехала Я пришел к себе Домой к бабушке Закрылся в своей комнате И горько-горько Плакал Это знаете Как в сказке К разбитому корыту Пришел С чего начал Полтора года И опять по нулям Лежу Плачу Рыдаю Свадьбу хочу Жениться хочу Зубов нет Шансов ноль Не понимаю Что делать И бабушка Потом зовет меня Говорит Внучек Пойди сюда Я говорю Я тебе что-то приготовила А она мне до этого Тоже отдала Штаны дедушкины Такие Дедушка Он Может с войны Или где-то С училища Пришел Такие военные Говорит На тебе Говорит родники Будешь на служение ходить Я говорю Бабушка Спасибо тебе дорогая Уважение все равно Думаю Наверное Еще рубаха осталась Думаю Еще и рубаху Мне отдаст Знаете Я говорю Бабушка Давай не сейчас Я вот Как-то сейчас Не то время Хочется Вот одному Побыть Порыдать Полежать Сейчас вот Как-то мне Не до каких-то Разборов Сундуков Знаете И когда я подошел К ней Она говорит Я хочу что-то тебе дать Она открыла сундук Достала узелок Размотала узелок Там еще узелок Поменьше В узелке И еще чуть поменьше Узелок И когда она Как бы раскрыла Содержимое Вывалила мне Вот в две руки Горсть золота Говорит А это тебе Говорит Внучек Говорит На зубы Братья и сестры В тот момент Просто вот Божья слава Так сильно наполнила Я вот По своей старой Грешной жизни Вот этот дом Вдоль и поперек Даже ложки серебряные Были унесены Еще до Я точно знал Что там ничего нет Я все выносил В своей греховной жизни Там ничего не было И тут вот это Благословение Где она это все прятала Один Бог Святой знает Но Господь уже тогда знал Что Сергею нужно будет Зубы Свадьба И счастливая жизнь И Господь благословил меня Братья и сестры Сегодня я свидетельствую О том Что Бог Есть наш Бог Верный Он провел Через это испытание Он подвел меня К этому экзамену И я прошел его Вот так Как есть Сегодня у меня Есть зубы Сегодня Господь Благословил меня Женой Мы 15 лет В браке У нас двое Прекрасных детей И это Есть экзамен Дорогие Мы будем часто Сталкиваться С этими вызовами Но только Пройдя экзамены Мы будем Продвигаться дальше Из славы в славу Из веры в веру Мы будем идти дальше Если к этому дню Мы не будем готовы То Наша вера Она будет скудной И тот день Испытание Он придет И он проверит Как мы строили Как мы общались Как мы строили Наши отношения С близкими С друзьями С братьями и сестрами Как мы доверяли Господу Этот день Испытает Тебя И меня И знаете Этот экзамен Каждый из нас Будет проходить В разном Кто-то в своем Каждый в своей сфере Сегодня Посмотрев Каждый в свое сердце Мы знаем В чем нам нужно усилиться Не всегда было В моей жизни Что я прям Такой знаете Красавчик Мои жизни были Когда я не сдавал Экзамены Но я всегда знал Что я могу подняться Прийти в Дом Божий Я всегда бежал В Дом Божий В любой проблеме Я приходил В Дом Божий Я склонял Свои колени Я молился Я плакал И я ожидал От Господа И Бог всегда поднимал На свои высоты Вытирал Мои слезы Мои сопли И давал Новое направление И мы дальше Шли с Господом И приходил Новый экзамен Я проходил И Он меня как-то хвалил Он меня как-то вдохновлял Обадривал Знаете Все что сегодня я имею Я понимаю Что я вот Не мог бы достичь Какими-то своими знаниями Усилиями Но я верю Что Божья благодать Она дает нам возможность И подготовиться к этому дню И пройти эти экзамены Но это для того Чтобы принцип Божий Работал В твоей и моей жизни Принцип Божий Из веры в веру И славы В славу Давайте мы еще Прочитаем Вместо Писания Я буду заканчивать Первое Петра Первое Петра Первая глава С третьего стиха Благословен Бог И Отец Господа нашего Иисуса Христа По великой Своей милости Возродивший нас Воскресением Иисуса Христа Из мертвых К упованию Живому К наследству Нетленному Чистому Неувидаемому Хранящемуся На небесах Для нас Для вас Силою Божью Через веру Соблюдаемых К спасению К спасению Готовому Открыться В последнее время Осем Радуйтесь Поскорбев Теперь немного Если нужно От различных Искушений Дабы Испытанная Вера Ваша Оказалась Драгоценнее Гибнущего Хотя и огнем Испытываемо Золото К похвале И чести В явлении Иисуса Христа Которого Вы не видите Любите И которого Досели не видя Но веруя в него Радуйтесь Радостью Неизреченную И прославленную Достигая Наконец Верую вашу Спасение Душ Дорогие Давайте будем Держаться Господа Давайте будем Ожидать Вот этого Божьего Наследия Который Господь Приготовил нам На небесах Мы здесь Как Писание говорит Что наша жизнь Это как Пар являющийся На малое время Мы здесь для того Чтобы приготовиться Мы здесь для того Чтобы встретиться с ним Осветиться И предстать пред ним Как чистая Непорочная церковь Но время Здесь На этой грешной земле Мы проходим Каждый Свои экзамены Каждый Проходит Свои вызовы Жизни У каждого Не свои У каждого Своя нагрузка У каждого Свой вес Как знаете Как в спортзале Вот Разный Но одно Цель Господа Чтобы ты Подготовился К экзамену Чтобы ты Сдал его На отлично И Бог Повел тебя И меня Дальше Давайте мы Поднимемся Для молитвы Дорогой Наш небесный Отец Мы приходим К Тебе В этой молитве Господи Мы так Благодарны Тебе За Твою Любовь И милость К нам Господи Что Ты даровал Нам спасение Ты Простил Нам наши Грехи Господь Не по нашим Заслугам Каким-то Каким-то Достижениям Но По своей Великой Любви И милости К нам Господь Наш И мы Сегодня Здесь Отец В доме Твоем Господь Каждый Мы приготовляем Себя для Вечности Господь И здесь На земле Господь Мы проходим Эти экзамены Эти вызовы Жизни Господь Я молюсь За моих Братьев и сестер Господь Чтобы каждому Из нас Быть готовым Когда придет Этот день Испытания И дело Каждого Будет Испытано И проверено Огнем И вера наша Она будет Испытана Господи Помоги нам Боже Оказаться достойными В этот день Господь Чтобы нам Приготовлять Себя Господь Чтобы нам Освещаться Господь Искать лица Твоего Стремиться Господь К высшему Званию Во имя Иисуса Христа Господи Прости Когда мы Много Согрешали Падали Господь Не были готовы Когда просто Поступали По плоти Господи Но мы здесь Сегодня В доме Твоем Господь И мы пришли Господь Чтобы нам Освятиться Господь От Тебя Господи От Твоего Лица Господь От Твоего Присутствия Господь Во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, за каждого, кто есть в этом зале. Я молюсь за каждого, кто сегодня в эфире, Господь. Боже, пусть придут Твои победы, Господь. Пусть придет Твоя благодать, Господь. И чтобы как Слово Твое говорит, чтобы мы могли из веры в веру, из славы в славу. Во имя Иисуса Христа Тебе слава. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу, дорогие. Вы знаете, я хотел бы обратиться, может быть, кто-то есть в этом зале, и вы никогда не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И сегодня есть этот день, и это, может быть, какой-то первый экзамен в вашей христианской жизни, когда вы могли бы обратиться к Господу. Если есть те, кто хочет, чтобы мы помолились, поднимите, пожалуйста, вашу руку. Если есть те, кто хочет доверить свою жизнь, слава Богу, молодой человек. Я прошу вас, будьте добры, выйдите сюда наперед. Слава Господу, давайте воздадим Богу славу. Слава Богу, вы можете пройти. Может быть, еще кто-то? Приветствую. Как вас зовут? Алексей. Алексей. Может быть, еще кто-то хочет сказать Господу. Алексей, вы знаете, это самое лучшее время, когда мы можем сказать Богу «да». Мы, знаете, мужчины, мы может быть, такие суровые, но при лицом Господа мы можем просто открыть свое сердце. Я хотел вас повести в молитве. Повторяйте слова молитвы вместе со мной. Можете закрыть глаза и стоять в присутствии Божьем. Дорогой небесный отец, я прихожу к тебе в этой молитве. Я прошу тебя, прости мои грехи, очисти меня, пусть моя жизнь изменится. Я доверяю тебе свою жизнь и прошу тебя, будь моим Господом и Спасителем, и пусть вся моя жизнь изменится с сегодняшнего дня во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу. И мы хотели бы помолиться за вас. И знаете, что с сегодняшнего дня Бог меняет вашу жизнь. Отец, мы благодарим тебя, Господь, за нашего брата. Господь, что сегодня ты привел его в дом твой, Господь, что его жизнь изменилась, что прямо сейчас, Господь, его имя записано в книгу жизни. Господи, мы радуемся и благодарим, Господь, за спасенную жизнь, за прощение грехов. И что сегодня дьявол был поражен на этом месте, и имя Господа Иисуса прославилось. И мы благодарим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Вас дайте славу Господу, мы благодарим тебя. Добро пожаловать в церковь. И у нас есть наши друзья, вы можете пообщаться, задать вопросы, и у нас есть подарок. Пройдите, пожалуйста. Слава Богу, дорогие, я рад быть с вами. Пусть Господь благословит вас. Спасибо. Слава Богу, церковь. Давайте мы присядем. Есть важное объявление. Дорогие, я хочу напомнить вам, что каждое воскресенье мы здесь, на этом месте, у нас служение в 9.00, в 11.00, в 13.00 и в 15.00. И также каждый вечер молодежное служение в 18.00. И сегодня на молодежном служении будет проповедовать пастор Давид Грабовенко на тему «Вера сквозь время», поэтому присоединяйтесь. Также каждую субботу у нас вечернее служение в 18.00. С 27.00, это суббота, в 11.00 состоится очередной молитвенный завтрак для мужчин. Вся подробная информация по телефону горячей линии, поэтому, братья, уже начинайте планировать это время, чтобы нам вместе снова собраться, взять своих детей и быть на этом общении, где мы задеваем, на самом деле, очень важные, актуальные темы – воспитание, отцовство, мужество, ученичество. Вы знаете, разные-разные темы, где мы имеем горячее такое обсуждение и, самое главное, общение имеем вместе. Поэтому планируйте 27.00 марта в 11.00, уже начинается регистрация. 2-3 апреля российская онлайн-конференция «Служение реабилитации. Время принести надежду». Регистрация с 15 марта. Получить всю подробную информацию вы можете по телефону горячей линии. Поэтому также присоединяйтесь. Вдохновляю вас, особенно тех, кто участвует в служении реабилитации, кто прошел реабилитацию. Может быть, вы в поиске призвания, служения. Это хорошее время именно рассуждать на эту тему, участвовать, знать, что происходит на этой важной ниве помощи людям, которые в зависимости, которые проходят реабилитацию. Поэтому 2-3 апреля эта конференция состоится. Регистрация с 15 марта. По субботам организован молитвенный объезд в районы города. Приглашаем стать частью молитвенной команды. Также вы можете поддерживать в молитве дома. И вся подробная информация по телефону горячей линии. Поэтому, дорогие, присоединяйтесь. Это такая молитвенная, знаете, практика, когда группы людей на автомобилях ездят по разным частям города, молятся, благословляют наш город, промаливают наш город. Вы знаете, это очень важно, это здорово, что мы можем это делать. У нас сегодня разные средства, способы. И даже находясь дома, вы можете в этом участвовать и молиться. Потому что молитва, она действует через расстояние. Аминь. Поэтому присоединяйтесь к этому служению. И также я напоминаю, что каждый вечер у нас прямой эфир вместе с семьей в 21.00, где мы также собираемся вместе у наших экранов, гаджетов, телевизоров, телефонов, смартфонов. И вместе можем проводить молитвенное время, где мы приносим нужды людей, которые обращаются к нам. Молимся также за церковь, за народ Божий. Это на самом деле очень хорошая такая практика этого последнего времени, когда мы можем вместе в наших домах перед сном собираться и молиться. Слава Богу за это. Объявление для подросткового служения. Сейчас оно проходит по субботам в 17.00 по адресу Хохрякова 8 с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Поэтому вся подробная информация также по телефону горячей линии. Дорогие подростки, родители подростков, приобщайте своих подрастающих детей к этому служению, которое помогает им находить друзей в церкви, находить общение и служить Господу. Вы знаете, это важно, это ценно. Поэтому присоединяйтесь к этому. Слава Богу.